Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава книги Иисуса Сына Сирахова для библейского портала экзегет. Я читаю синодальный перевод. Тут такие немножко скучноватые главы, но будем помнить, откуда они начинаются. Вот у нас пару глав назад появилась такая идея покаяния в 17 главе. Вот всякий человек грешен. Иисус на вина это, безусловно, понимает, признает и напоминает об этом. И тем не менее можно жить в покаянии, то есть меняясь, обращаясь к Господу. В чем это должно выражаться? Ну и это, конечно, такая общая идея, можем сказать, абстрактная идея, но вместе с тем это очень конкретные вещи. Работник, склонный к пьянству, не обогатиться, и ни во что ставящий малое, мало-помалу придет в упадок. Ну вот трезвость, бережливость, такие вот простые какие-то правила. Это можно сказать Ветхий Завет, но Ветхий Завет, еще раз скажу, это некое твердое основание. Это вот тот минимум, который вполне достаточен для добродетельной жизни. Новый Завет — это прорыв в небеса, да, это что-то такое особое. А вот здесь как быть просто хорошим человеком, верным Богом. Виной женщины развратят разумных, а связывающиеся с блудницами сделаются еще наглее. Гниль и черви наследуют его, ну то есть смерть. И дерзкая душа истребится. Значит, трезвость, бережливость и воздержание от разврата. Все хорошо. Кто скоро доверяет, тот легкомыслен, и согрешающий грешит против души своей. То есть грех направлен прежде всего против себя. Преданный сердцем удовольствием будет осужден, а сопротивляющийся вожделением увенчает жизнь свою. Это такое обобщение, да, вот разным удовольствием. Обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло. Никогда не повторяй слова, и ничего у тебя не убудет. В смысле, ну, за другими не повторяй бездумно. Ни другу, ни недругу не рассказывай, если это тебе не грех, не открывай. То есть, что знаешь, даже точно знаешь, держи при себе. Ибо он выслушает тебя и будет остерегаться тебя, и по временам возненавидит тебя. Вот человек, который разносит даже правдивое, если это не связано с его грехом, да, или с тем, что он согрешит, умолчал. Допустим, там, воровство совершилось на его глазах, он умолчал и покрыл вору, да. Вот, кроме этих случаев, лучше помалкивать. Выслушал ты слово, пусть оно умрет с тобой. Не бойся, не расторгнет оно тебя. В смысле, не разорвешь, не разорвет. Человек бывает его прям распирает, не терпится сказать. Ничего. Глупый от слова терпит такую же муку, как рождающий от младенца. Да, вот, глупый никак не может произнести это слово, как женщина с трудом рожает и терпит боль. Что стрела, вонзенная в бедро, то слово в сердце глупого. Вот как велика власть слова, да. Более того, когда ты услышал, не торопись это принимать. Расспроси друга твоего, быть может, не сделал он того, если сделал, то пусть вперед не делает. Вот тебе рассказали какую-то гадость о ближнем, во-первых, могли соврать, во-вторых, ну, у всех бывают ошибки и проступки, да. Не судя человеке по одному. Расспроси друга, может быть, не говорил он того, если сказал, то пусть не повторит того. То же самое о словах. Расспроси друга, ибо часто бывает клевета, не всякому слову верь. Иной погрешает словом, но не от души. И кто не погрешал языком своим? Ну, кто не болтал лишнего? Расспроси ближнего твоего прежде, нежели грозить ему, и дай место закону Всевышнего. Ой, как мне нравится этот стих. Расспроси ближнего прежде, чем нежели грозить ему. То есть выяснив все подробности. Было ли оно, если было, не было ли это случайным порывом, там, бывает, что в раздражении, в запальчивости, кто только не скажет чего, да. И дай место закону Всевышнему. То есть человек, который спешит все осудить, он не дает место Богу судить, да. Он сам все осудил. Но Бог, в отличие от человека, знает все. А человек может очень приблизительное представление составить, и на основании его выносить свой приговор. Всякая мудрость страх Господень, и во всякой мудрости исполнения закона. Такие, казалось бы, общие слова. Да, вот выразительно в этой книге очень-очень конкретные, и вот прям невероятно правильные слова, и тут же такие общие рассуждения. Но ведь это общие принципы, их конкретное выражение. Всякая мудрость страх Господень. То есть вот как это применительно к неосуждению другого человека. Это тоже мудрость, это тоже такая разборчивость. И она тоже выражает в себе почтение к Богу, то, что мы называем словом страх Господень. И не есть мудрость знания худого. Да, то есть человек, который коллекционирует сведения о зле, он не мудр, и нет разума, где совет грешников. Грешники могут быть очень хитрыми и умными людьми, разве нет? Иначе бы они были безуспешными, да? А многие грешники очень даже успешны в своих начинаниях. Но это не мудрость, это хитрость. Есть лукавство, и это мерзость. И есть неразумные, скудные мудростью. Да, вот еще раз он подчеркивает, что мудрость — это не просто высокий коэффициент интеллектуального какого-то, ну, IQ, да, сегодня у нас это называется. Это нечто иное. Это вот сочетание определенного отношения к жизни с рассудительностью, а вовсе не интеллектуальная мощь и не множество сведений. Лучше скудный знанием, но богобоязненный, нежели богатый знанием и преступающий закон. Вот описание премудрости, да. Вот, скажем, только что у нас было про то, что надо помалкивать и не торопиться принимать от других людей обвинения и вообще все, что они тебе рассказывают. Ведь это же с этим связано, да, то есть можно быть очень умным человеком, но при этом быть абсолютно бесстыдником и беззаконником. Есть хитрость изысканная, но она беззаконна. И есть превращающий суд, то есть превратный, мы бы сказали, чтобы произнести приговор. Есть лукавый, который ходит, согнувшись в уныни, но внутри он полон коварства. Такой портрет лицемера, да, который изображает из себя такого тихоню, но внутри готовит. Он поник лицом и притворяется глухим, но он предварит себя там, где и не думаешь. И если недостаток силы воспрепятствует ему повредить тебе, то он сделает тебе зло, когда найдет случай. Вот хитрость, да, вот коварства, которые могут быть связаны с интеллектуальной мощью, но противоположной премудрости. По виду узнается человек, и по выражению лица при встрече познается разумный. Одежда и осклабление зубов, ну то есть когда человек так гогочит, да, разевает рот широко, и походка человека показывает свойства его. Ну, допустим, мимика, включая вот эту вот зубастую ухмылку, да, о человеке говорят много, а одежда и походка вообще тоже, да. То есть одежда, она несет в себе определенную какую-то семантику, как мы сегодня это называем. То есть не то, что обязательно надо надевать строгий костюм, но по манере одеваться многое, можно сказать, о человеке, и походка его, ну и вообще, можно сказать, жестикуляция показывает его отношение к людям. Вот не всегда бывает, понятно, по словам, а по внешним признакам можно распознать. Школу разведчиков вот эту заповедь бы. Бывает обличение, но не вовремя, и бывает, что иной молчит, и он благоразумен. Лучше помалкивай, говорит 19 глава. Ничего себе Иисус Сансирах 51 главу написал, а потом нам говорит, лучше помалкивай. Ну, наверное, бывают случаи, когда лучше говорить, вот об этом 20 глава. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!